Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский Третьего мая Ночью не спалось На какой-то маленькой станции Нас несколько человек вышло из вагона Стояла в темноте одинокая фигура Подошел ближе «Татарин!» — говорит Сергей Иванович «Татарин, та-татарин!» — отвечает фигура «Докрещеный!» «Татарин?» «Как же это ты, братец мой, крестился?» «Так, додумался!» «Додумался?» «Как же ты додумался?» «А что, запрещено?» «А что ж ты тут делаешь?» «А вот сына караулю!» «В солдатах!» «Едет на войну, письмо прислал, вот и караулю» «Давно караулишь?» «Неделю!» Сказывают «Через четыре дня еще!» «Охота видаться?» «Повидаться ладно!» «Наказать насчет земли надо!» «Какой земли?» «Да вот что после войны отберут!» «Земля, сказывают, больно хороша!» «Так вот, участочек бы прихватил!» «Все равно там же будет!» «Там, может, заслужит!» «Так креста, видно, не надо!» «Пусть участок просит!» «А крест другому!» «И еще на одной станции сегодня утром столпилась кучка переселенцев из нового поселка тут же, около вокзала!» «Ну, что война?» «Война!» «Всех погнали!» «Остальных через месяц в ополчение!» «А весна, вишь, поздняя!» «Так, видно, нынче и сеять не придется!» «С кем сеять?» «Только старики останутся!» Другой голос сонный. «А хоть и не сеять!» «Что в ней?» «Солонец! Солонец и есть!» «Пускай бы всех угоняли и с бабами, и с ребятишками!» «Земли там толкуют не родня, а здешним!» «Так ходом бы пошло дело! Впереди войско, а сзади мы на участке выехать!» «Да ведь хоть и завоюем! Хозяева земель там налицо!» С тревогой спрашивают. «Еще какие хозяева?» «Китайцы?» «Когда завоюем, какой же китаец тогда?» «Коли ты, китаец, должен уходить тогда!» «Куда?» «На свое место!» «Да он и сейчас на своем месте!» «Коли нам достанется земля, так, видно, уж место не его будет!» «И воюем мы не с китайцем, а с японцем!» «Звонок!» «Мы в вагонах окон!» «На нас угрюмо смотрит только что разговаривавшая с нами группа!» «И с кем из крестьян не заговоришь здесь, в Сибири?» «Для всех эта война — какой-то поход в обетованную землю!» «И землю отдадут им сибирякам, потому что всех своих мужей-кормильцев отдали на войну!» «И армию свою, и ополчение!» «Нам первым и почет после войны!» Я смотрю в окна. Все такая же ровная, как ладон местность. Признаков весны все меньше и меньше. Береза и та еще стоит голая. Прошлогоднее жневье торчит. Урожай в прошлом году был громадный, но весь погиб от дождей. И хлеб здесь едят солодовый, тяжелый. «Животами замаялись!» Говорят крестьяне. «И дождей с осени и зимой снегу много было! Вишь, вода в поле, как в речке, стоит, а земля раскиселилась вся, не воткнешь саху! Поехали было пахать, да только лошадей завязили, утопили!» Так ни с чем и вернулись. Места, по которым я еду, знакомые мне. В последний раз я проезжал здесь в 1898 году. И за шесть лет даже на глаз произошла большая перемена. Все больше и больше встречается новых поселков, только что выстроенных, в 10-15 изб. Иногда и изб еще нет, а землянки или просто шатер. Лес подвезен, ребятишки играют, баба что-то кипятит в котле на воздухе, а крестьянин тут же пашет. Может быть, впервые от сотворения мира, поднимаемую землю. Очевидно, это переселенцы, это и весной только приехавшие. Верст на 50 к югу от дороги тянутся сравнительно плохие земли, солончаковатые, но потом они становятся все лучше и лучше. Между Барнаулом и Семипалатинском участок земли Кабинета Его Величества в 40 миллионов десятин по качеству представляют собой исключительные в мире. Какие пшеницы там? На 300 пудов на десятину. А хлеб из такой пшеницы? И без крупчатки белой. А какие маки и подсолнухи могут родиться? Кабинет сдает эти земли в долголетнюю аренду по 30 копеек десятины. От всей души советую знающим хозяйство, людям с небольшими средствами ехать сюда. Они составят себе состояние. Приедут, и без моего совета. Через 10 лет таких счастливых условий уже не будет. Правда, трудно с рабочими руками. Но пока много беглых, и киргизы понемногу приучаются. Очень выгодное скотоводство. Англичане сужают жителей и машинами, и даже деньгами на покупку скота. Что англичане стали хорошими знакомыми Сибири, можно судить хотя бы потому, что в киосках даже небольших станций на прилавке разложены и английские книги. Едущий в нашем поезде английский полковник показал на них своему спутнику, тоже англичанину, и оба улыбнулись. Интересна фигура английского полковника. Он высокого роста, худой, стройный. Лицо сухое, красивое, но резко очерченное, бритый. Похож на Юлия Цезаря, как его передает Качалов, лет сорока. На нем из бумажной материи цвета посохшей травы тужурка. Очень простая в покрое, как наши рубахи со множеством карманов. Маленькие черные погоны с четырьмя золотыми нашивками, золотой аксельбант через плечо и кепи. В сравнении с ним экипировка наших военных тяжелая. Англичанина вдвое легче, и он кажется вследствие этого и подвижным, и эластичным. В одном из карманов у него запецная книжка. Он вынимает ее, по временам что-то отмечает. Он выходит к завтраку, обеду, постоянно гуляет на остановках, остальное время проводит в своем купе. В открытую дверь я увидел чернильный прибор и списанную бумагу. Сели англичане эти в Омске. Они сели, а молодой казак, начальник штаба, еще несколько офицеров из нашего поезда, высадились. Три дня, проведенные вместе, уже сблизили нас, и мы горячо попрощались с ними. До скорого, впрочем, свидания в Ляуяне. В Омске весь вокзал набит военными. Здесь и из Ташкента, и из Верного, и из Семипалатинска. Саперная рота, друзья и приятели Сергея Ивановича прошли 1800 верст со скоростью до 50 верст в день в среднем во время распутицы. Вид у всех здоровый, сильный. Сибирский четвертый корпус готов, и сибирцы не нахвалятся им. И в Омске новостей, кроме взорвавшейся японской миноноски, никаких. И тревожно, озабоченно слышатся вопросы. Неужели мы решили оставаться в Ляуяне? А почему и не оставаться? Потому что это риск. Отступление, действие наверняка. Но, может быть, и не риск. Что нам отсюда видно? Местные жители Омска сообщили нам две новости. Двух японцев арестовали. Один из них нанимался прачкой и оказался офицером генерального штаба. Другая новость, что около сотни японцев ушли в Монголию с целью выйти на Забайкальскую дорогу. Но казаки-охранники предупреждены и меры приняты. Сергей Иванович очень шумно прощается со своими друзьями и весело смотреть на него. Говорит им долинную речь. Слушают все, все смеются и поезд отходит. «Какие люди! Люди какие!» говорит Сергей Иванович, входя в столовую, в курительное ее отделение. «И поверьте, милостивые государи, что отсутствие их в нашей каталажке, извините, производит незаменимую пустоту». Человек! Гарсон! Кельнер! «Бутылку моего вина!» Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Петроград Продолжение следует...